МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Они сражались во имя жизни и навсегда остались в Чувашской земле. В канун праздника Великой Победы в Чебоксарах возложили цветы к братской могиле воинов, которые умерли от ран в городских госпиталях. Чистое небо над головой, улыбки на лицах людей, свободная страна. Все это благодаря им, людям, которые отдали за победу, самое дорогое – жизнь. Более 80 воинов, которые умерли от ран в госпиталях Чуваши, нашли последнее пристанище в братской могиле на кладбище по улице Богдана Хмельницкого в столице республики. Дорогой ценой ковалась победа. 106 тысяч наших земляков не вернулось с фронта. 80 героев Советского Союза дала Чувашская земля. Бессмертной славой овеяны подвиги наших фронтовиков. Мы помним и подвиги тружеников тыла, которые беспримерным трудом приближали победу. Никто не забыт, ничто не забыто в наших сердцах благодарность поколению победителей, которые спасли мир от нацизма и сохранили независимость нашей Родины. 70 лет назад над Россией отгремели победные залпы салюта. В Священной войне участвовала пятая часть населения нашей республики. Эта победа, как говорится, на всю жизнь. Как же без этой победы бы и вас не было, и нас бы уже до сих пор не было даже. Вот так это. Ну, сохранили нацию, Россию сохранили. Почтим их память минутой молчания. В завершении митинга белые голуби в чистом голубом небе, как символ вечного мира. Как много их друзей хороших, бежать осталось в темноте. Сегодня прошла городская акция «Урок Победы». Одновременно во всех школах города волонтеры рассказывали о грандиозных битвах, сыгравших переломную роль в войне, вспоминали ветеранов. На необычном уроке побывала и наша съемочная группа. Ученики кадетской школы номер 14 старательно выводят каждое слово на листе бумаги. Они пишут поздравления самым дорогим и важным жителям нашей республики, ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках урока «Победы» школьники рассказывали о подвигах своих дедов и прадедов, рисовали тематические стенгазеты, изучали страницы военных лет, а помогали им в этом студенты-волонтеры. Сегодня очень большое внимание в нашем городе уделяется патриотическому воспитанию детей. Это традиционные уроки, традиционные уроки памяти, уроки Победы. Проводится каждый год в преддверии этого праздника. Но в этом году это особые уроки, уроки, которые ознаменованы большим-большим юбилеем. О том, как прошел урок Победы, смотрите в вечернем выпуске программы «Республика». Продолжаем выпуск. Осенью 1941 года, когда войска гитлеровской Германии подошли к Москве, встал вопрос о строительстве второй линии обороны в глубине страны. Она проходила и по территории Чувашии. Спустя 70 лет после Победы сурский оборонительный рубеж вновь появился на карте республики. Уже как туристический маршрут. Первыми по нему прошли журналисты. Туристический маршрут сурский оборонительный рубеж берет начало в селе Засурье. Затем через поселок Совхозный, деревню Стрелецкую и город Ядрин к Ильиной горе. Именно там открывается великолепный вид на очертания окопов, траншеи и противотанковых рвов. Время, конечно, постаралось сгладить эти раны, но они были слишком глубокими. Второй эшелон обороны – это не только по Суре, но и по Волге, на Дону. На территории Чувашии есть еще второй эшелон, который начинается от Звениковского затона, пролегает через Октябрьское, селы Шоркистры, Рабосио-Румарского района, Янтиково, и граничит с Волгой уже на границе с Татареей. Ежедневно привлекались 171 тысяча человек на сооружение этих рубежей. Все эти окопы и рвы созданы руками жителей Чувашии. Всего за три месяца. Каждый день по трудовой повинности на работу выходили до 80 тысяч человек. Стариков, женщин, детей. Копали в основном вручную, лопатами и кирками. В те дни столбик термометра опускался до минус 40 градусов. Один слой снимаем за весь день. Верзла земля, снимаем, кончаем работы, приходим на квартиру. Утром приходим, заверзла земля опять на толщину лопаты. Цифры ошеломляют. За три месяца жители республики вынули 3 миллиона кубометров мерзлой земли. Построили полторы тысячи землянок, 2347 огневых точек. Об этом и многом другом можно узнать на турмаршруте «Сурский оборонительный рубеж». Один из его пунктов – конный завод. В 1941 году на лошадей тоже существовала разнарядка. Им тоже выдавали зарплату фуражом. Кроме того, вам расскажут, как в 1942 году строился мост через Суру. Как в послевоенные годы здесь снимали фрагмент фильма «Дирсу узала». А также о том, что еще интересного происходило в Ядрине и его окрестностях в разные времена. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Евгений Анисимов. Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с первым заместителем председателя комитета Госдумы Валентином Шурчановым. Глава республики поздравил Валентина Шурчанова с Днем Победы и отметил общую позицию в оценке итогов Второй мировой войны. Это как раз народное единение. Символ Дня Победы дает объединиться всем тем людям, кто неравнодушен, несмотря на политические взгляды. Мы правильно оценим итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны, роль Фурчановской республики. В общем, наша победа Советского народа. Поэтому, мне кажется, здесь у нас очень много единых подходов. И, Михаил Васильевич, вы знаете, что 9 мая – это тот самый праздник, который объединяет действительно весь народ. На встрече обсуждались вопросы проведения Дней Чувашии в Государственной Думе Российской Федерации 12-15 мая 2012 года. Уже завтра на Красной площади столицы республики состоится праздничный парад. Генеральная репетиция торжественного прохождения свободного полка Чбоксарского гарнизона и военной техники прошла накануне. Знамена всем развернуть, вытащить из чехлов, чтобы они были развернуты, так, как будет на параде. Тренируйтесь сейчас, потому что что будет познезавтра по погоде, мы не знаем. Поэтому ветер, не ветер, несем знамена как положено. Репетиция парада Победы – возможность еще раз проверить, все ли готово к торжественному событию. Всего в параде примут участие более тысячи человек. На площади перед Чувашским драматическим театром Чеканя-Шах промаршируют сотрудники силовых министерств и ведомств. Командовать парадом будет полковник Александр Исаев. Принимает парад военный комиссар Чувашской республики полковник Александр Макрушин. По Красной площади пройдет и военная техника. Легкие бронемашины, тяжелые танки, «Катюша» в общей сложности 60 единиц. В завершении на акваторию Чебоксарского залива приземлятся парашютисты. Впервые в этом году в параде примут участие чебоксарские школьники и казаки. Они продемонстрируют элементы джигитовки, владение оружием, конные трюки. Кроме того, в параде будет участвовать военно-исторический клуб «Русский егерь» при Национальном музее. Впервые парад Победы завершит бессмертный полк. Ожидается, что в шествии примут участие более 5000 человек. Они пронесут портреты своих родных и близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. 70-летний юбилей со дня Победы в Великой Отечественной войне стал для всей страны грандиозной датой. Об этом говорят георгиевские ленты на груди прохожих и другая символика на улицах всех городов республики. Совсем недавно эти улицы и аллеи были блеклыми, скучными, а вечерами просто темными. Сейчас же любители вечерних прогулок могут быть довольны. На аллее славы установили фонари, скамейки и, конечно же, яркую атрибутику Великой Победы. Город покрасивше стал, изменился. По чистоте лучше стало, люди дружнее стали. Убираться лучше. Празднику еще больше лучше начали готовиться. Ну, красивше стало, я смотрю, чувствую уже сразу, хочется жить в этом городе. Там повесили такие вот флаги георгиевские и стало очень красиво. Повесили фонари. Город практически готов встретить шествие 9 мая. Сегодня на улицах Новочебоксарска начинает играть музыка военных лет и так до торжественного шествия в честь 70-летия Победы, которое пройдет от Соборной площади до Преображенной аллеи славы. Мы в этом году впервые с 1 января зажгли вечный огонь, который ранее зажигали мы только на празднике. Сегодня он горит постоянно у нас, так же и будем содержать. Все изменения города не перечесть. И 9 мая жители Новочебоксарска в этом убедятся сами. Парад, порхающие голуби и даже открытие нового памятника на аллее ветеранов подготовили городские власти в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Накануне Дня Победы по всей республике проходят памятные мероприятия. Каждое учреждение, каждая организация считают своим долгом отдать дань тем, кто воевал. Например, волжский филиал МАДИ и МВД Почувашия провели автопробег эстафета памяти. Церемония завершения автопробега прошла в мемориальном комплексе Победа. Автоакция эстафета памяти стартовала 27 апреля. За эти дни студенты и педагоги высшего учебного заведения на 12 машинах проехали по всем районам республики. Посетили памятные мемориалы. В ходе акции молодые люди встретились с шестью-десятью ветеранами войны и тружениками тыла. А их воспоминания о самой кровопролитной войне были внесены в книгу памяти. Кроме того, участники автопробега агитировали за безопасность дорожного движения и соблюдение ПДД. В завершении акции участники вместе с гостями возложили цветы к вечному огню. А пожарные открыли мемориальную доску в память о сотрудниках пожарной части номер один, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из этой части на фронт ушли 12 человек, 9 погибли. Открыл доску труженик тыла Михаил Федоров. Сотрудники налоговой инспекции организовали конкурс патриотической песни. Сегодня на этом конкурсе нам предстоит выбрать два лучших номера в номинации соло и вокальный ансамбль, которые будут достойно представлять нашу республику в Приворском федеральном округе, а в дальнейшем очень хочется надеяться и федеральной налоговой службе на всероссийском конкурсе. Конкурс песни «Нам этот мир завещано беречь» проводился в нескольких номинациях. Соло, вокальный ансамбль и приз зрительских симпатий. Лучшими стали налоговики столицы Чуваша и Чебоксар. К другим темам. Около полугода назад россиян собственников жилья обязали платить за капитальный ремонт. Исполнение этого закона до сих пор вызывает вопросы и споры. Наш следующий сюжет как раз для тех, кто все еще сомневается, платить или нет. Поселок Угеси, улица Первомайская, типовые российские пятиэтажки. На первый взгляд все хорошо. Проблема крылась внутри старой электропроводки, с которой, как известно, шутки плохи. Если вовремя не принять меры, можно ждать сбоев в работе сети, коротких замыканий и пожаров. Но жильцам этих домов такие проблемы уже не грозят. Они вошли в республиканский краткосрочный план реализации в 2014-2015 годах программы капитального ремонта. На сайте фонда капремонта мы заметили, что идет подбор подрядной организации. Вышли на конкурс, выиграли эти дома, выиграли работы по электроснабжению и по холодно-горячему водоснабжению. По электроснабжению меняются все силовые кабеля, щитки, вру, освещение, подъездные, подвальные. Полностью будет заменено. Выделено было, например, на 1-майской 9 969 тысяч. Мы с понижением 10% выиграли. 872 тысячи обходится 1-майской 9. 1-майской 7 обходится с понижением 383 тысячи. А 1-майской 13 695 тысяч. Иными словами, вот он закон о капитальном ремонте в действии. Только за прошлые и нынешние годы по республике скорую ремонтную помощь получить 281 многоквартирный дом. 82 из них в Чебоксарах. Причем для тех собственников, кто решил накапливать деньги на специальном счете дома, предусмотрена интересная схема. Если у нас в своем доме ничего не накопили, средства для того, чтобы полностью выполнить капитальный ремонт, помимо выделяемых субсидий, то мы можем рассчитывать на финансовые средства соседнего дома. Но, конечно же, это на возвратной основе. Единственные взносы, накопленные в одном муниципальном образовании, не могут быть направлены на капремонт другого муниципального образования. Сейчас собираемость платежей в среднем 44%. Специалисты отмечают, россиянам нужно время, чтобы осознать, что жилье в собственности – это не только права, но и обязанности. Обязанности содержать его в надлежащем состоянии. Законный вариант – не платить, только один раз приватизация. И здесь, как поется в известной песне – думайте сами, решайте сами. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Чуть больше месяца остается до старта командного чемпионата Европы по легкой атлетике в Чебоксарах. 20-21 июня в столице Чувашии пройдут соревнования среди 12 сильнейших легкоатлетических сборных команд Европы. В Доме правительства состоялось заседание рабочей группы по подготовке этого масштабного мероприятия. Члены оргкомитета обсудили подготовку соревновательных и тренировочных объектов. Они должны быть в полной готовности уже к началу июня. Сейчас обновляется разминочное поле, перестраиваются под трибуны и помещения стадиона. Частично меняется покрытие беговой дорожки. С 8 по 10 июня на Олимпийском пройдут первые тестовые соревнования – чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям. Сейчас подготовка к чемпионату уже вышла на финишную прямую, а организационные вопросы находятся в завершающей стадии решения. Чебоксары-арена – такое название выбрали жители республики для Ледового дворца, строительство которого завершается в столице Чувашии. В середине апреля на официальном сайте Минспорта Чувашии запустили интернет-опрос, в котором предложили несколько вариантов названия Ледового дворца в Чебоксарах. Посетителям портала предлагалось проголосовать за один из предложенных вариантов названия или же оставить свое предложение. К этой минуте у меня все. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика в 20.00». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин